Мне кажется, Таня Докучаевна не была бы точно инопланетянкой, светлокожая, во-первых, блондинка, так что не было бы меня там. Мне кажется, пришлось бы отбивать, отбивать пришлось бы. Но недаром говорят, что не место красить человека, а человек место, куда податься, чтобы выходные не испортили ни ураган, ни местные жители. Мы спросим у директора филиала ООО «Мобистревел» Елены Бойко. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрите, ну действительно, где-то конфликты, где-то наводнения. Такое ощущение, что некуда уже съездить, отдохнуть русскому человеку. Есть ли отдых, где можно спокойно быть за свой отдых? Ну каких-то запретов официальных нет, куда можно съесть. То есть ехать можно куда угодно, главное, чтобы это был курорт круглогодичный, то есть не прилететь в зиму из зимы. По поводу тайфунов, цунами, это все бывает, это нормально. У нас туристы отдыхали и в Китае, в тайфун, прекрасно отдохнули, звонят, все весело. Ну у нас туристы-то и во время военных действий в Египте отдыхали. Ну они там длятся уже 5 лет, поэтому ничего страшного. А какие самые сейчас популярные курорты? Азия очень популярна, она зимой. Это именно Азия, а какое? Это Китай, Таиланд. Шариландка, Китай, Таиланд, Вьетнам, то есть Карибский бассейн популярен, Эмираты, не знаю, тот же самый Египет. А почему, на ваш взгляд, почему так пользуются популярностью? Ну, например, Египет пользуется популярностью, почему? Потому что система все включена, с маленькими детками лететь недалеко, соответственно, очень удобно отдыхать. Также Эмираты, очень, как бы, короткий перелет. Вот Азия, она сама по себе очень красивая, поэтому очень пользуются спросом. Потому что в Азии можно как и с ребенком хорошо отдохнуть, так и взрослым можно повеселиться вполне. То есть, вот я именно хотела задать, что с детьми-то в Китай можно, в Таиланд поехать? А почему нет? Там, то есть, все предоставлено, как и видите. Смотрите, если брать, например, Таиланд, то нужно брать островную часть. И, как бы, каждому клиенту подход индивидуальный, потому что дети все разные. То есть, есть дети, которые могут перенести, как бы, перелет долгий, а есть детки, которые не могут такого перенести. Вообще говорят, что программа Таиланда, скажем так, культурная программа Таиланда, она не для всех детских психик. Поэтому это тоже нужно учитывать. Я вам сказала, что нужно выбирать островную часть. Ни в коем случае не по Таиланда. А, островная, это как раз, я так понимаю, семейный отдых. Островная, как и семейный, так и весело. Но нужно выбирать определенные отели, которые вдали от веселых улочек, дискотек и так далее. У многих мечта, да, встретить Рождество в Европе. Вот эти, мы помним еще из фильмов, эти разноцветные улочки, Глинтвейн на улицах и так далее. Насколько эта мечта реальна сегодня и вот в эту зиму? Все реально, самое, пожалуй, самое красивое Рождество как раз в Европе. То есть сейчас это еще реально, до Нового года мы успеваем с визой, вполне успеваем, но нужно уже поторопиться. Плюс есть вариант оформления визы без покупки тура. То есть если кто-то хочет на подольше полететь и побюджетнее, то, соответственно, лучше оформить визу без покупки тура, купить отдельный перелет, гостиницу и прекрасно отдыхать. То есть на рождественские каникулы, я так понимаю, еще можно успеть, в принципе? Можно, да. Но времени очень мало. Вот вы сказали бюджетный, это примерно, о какой сумме идет речь? Допустим, в Европу сидеть на Новый год? Ну, на человека порядка 30-40 тысяч. То есть это... То есть, ну, смотря какой отель, тоже все зависит, естественно, от отеля, от места, где, от страны. То есть по сравнению с сезоном лета, это довольно очень хорошая сумма. Да. Из-за недавних событий, вот мы говорили, да, какие-то военные действия в Египте, которые безумно без памяти не прекращаются уже. Когда они недавно обострились, цена на туры в Турцию, к примеру, подросла сразу же автоматически. Вот как сейчас дела обстоят с ценами на путевки вообще? Действительно, летом был такой скачок, то есть в связи с этим сейчас все ровно. То есть единственная цена на Египет, она ниже, естественно, потому что люди еще боятся. Вот, а так очень цена приемлема, даже на Новый год. А куда вы бы посоветовали не ехать вот сейчас? Ну, я, конечно, понимаю, что на Аляску нежелательно, потому что у нас вроде зима начинается, и туда как бы менять шило на мыло. Но вот куда не стоит ехать по каким-то причинам? Да, пожалуй, можно ехать везде, кроме летних курортов. То есть Кипр, естественно, нет, Турция, Испания. Единственная Испания из Леандорра – это горнолыжка. То есть можно найти на любой вкус? На любой вкус совершенно. То есть есть люди, которые хотят улететь из зимы в зиму покататься на лыжах, и вполне, пожалуйста, куда угодно. Есть ли какие-то сложности? То есть вот сказали, да, что можно еще успеть, в принципе, оформить документы, но могут ли нас ожидать какие-то сложности в подготовке этих самых документов? То есть их нет абсолютно никаких? Никаких сложностей. Если у человека все в порядке с биографией, то никаких нет сложностей абсолютно. Оформление документов на ребенка точно так же не состоит? Точно так же, главное, чтобы был загранпаспорт, ребенок прилетел с родителями, то есть никаких проблем нет. А расскажите, вот сейчас, допустим, у тюменцев, да, ну вы как профессионал, к которому очень часто обращаются, все-таки чаще лето или зима люди предпочитают отдых? Летом, конечно, больше народу летит. В лето, да? В лето, да. А личный вопрос, а на Мальдиве часто летают наши тюменцы? Летают, очень часто. А это дорогое удовольствие? Да. Могу сказать конкретно, хорошая пятерка на Мальдивах на неделю из Москвы будет стоить порядка 120 тысяч на человек. Хорошо. Нет, бывают горящие предложения, 1060-70 на человек. То есть можно подогадать? Можно, можно, да, но это нужно, вот вам сегодня позвонили, а завтра уже нужно собраться и полететь. Спасибо большое за беседу. Ну, Тань, ты спокойна, но можно, видишь, за 60 полететь и все. Ну, видишь, я... Надо очень постараться. Это горящие надо прям ее выдирать. Из печи практически. Спасибо большое за беседу и хорошего вам дня. Спасибо. Всего доброго.